Приветствую, друзья, с вами Зидыч, и сегодня у нас будет очень интересное, я бы даже сказал, полезное видео. На самом деле, мне часто задают вопрос, какие танки и самолеты нужно донатить, какие не стоит донатить. И я вот просто решил сделать одним махом видео по каждому из танков или самолетов. И вот самое интересное, что сейчас вот как раз таки имеется скидка в 30% в честь праздника, но позднее все равно это видео будет актуально, даже когда прекратится скидка. Сейчас, как видите, я зашел на свой бомжовский аккаунт, зато прокачанный, ручками как положено. И, соответственно, на нем я пройдусь по каждому самолету или танку. Начнем мы с самолетов. Итак, я пропущу все низкоранговые самолеты, ну, в частности, вот, например, Ки-43, Ки-61 с пулеметами, которые практически не дамажат. И, фактически, ну, на любителя эти самолеты, хоть и хорошо крутятся, но все-таки не то, не торт, я вам честно скажу. Есть еще такой уникальный крафт, XP-55, сразу хочу сказать, что да, у него хорошее вооружение, но, честно говоря, он на любителя. Конкретного, причем любителя, я бы, например, на него не задонатил, если, конечно же, вы какой-то коллекционер, любите летать на уникальные техники, то ради бога. Но, в целом, если брать боевую эффективность, то это, конечно, далеко не лучший выбор для према. Я бы, например, на него не задонатил, только если, конечно же, вы не коллекционер. Куда интереснее, конечно же, летать на XP-50, потому что самолет отлично к лимбе, довольно быстрый и неплохое вооружение. Единственное, что маленький БК, но, как прем, очень-очень интересный крафт. Также имеется еще Фридрих, но вот здесь, конечно, спорно. Самолет, конечно же, отличный, проблема в другом, то, что можно найти неплохую альтернативу, в принципе, и без Фридриха. Но, тем не менее, как бы, сам самолет довольно неплохой. Здесь уже нужно думать, хотите вы его купить или нет. Куда выгоднее взять все-таки XP-50. Есть еще Фока А8. Это истребитель-бомбардировщик. Сразу хочу сказать, что это не такая крутая Фока, как, например, в Мер У-2 модификации. Вот есть Фока. Вот я могу даже показать ее. Вот у немцев имеется такая Фока. Где она? Вот опять У-2. И, честно говоря, конечно же, ну, мне не так нравится именно вот эта красная симпатичная Фока. Но, тем не менее, тоже на ней можно неплохо понагибать. Вот. Она плохо такая, туговатая. То есть, крутится она не слишком хорошо. Хотя на Фоках и не нужно крутиться. Просто атаковать на проходах и все. Ну, в общем, если брать по Фокам, сравнивать, то это не самый лучший выбор. Тем не менее, ее можно, в принципе, задонатить. Полетать на ней и получить какое-то удовольствие. По наборам тут, в принципе, ничего говорить не буду. То есть, это отдельная тема. Гарантированно. Гарантированно хорошая же Speedfire. Эти самолеты можно донатить, если вы хотите. В принципе, у любой нации. Девятый Speedfire это гарант нагиба. Вот. Ладно, переходим к следующей нации. Так, авиация. Ну, здесь у нас есть довольно интересные самолеты. В частности, я сразу хочу выделить очень дешевый Як-1Б, на который как раз-таки, кстати, вот... Хочу посмотреть. Да, вот скидки-то на него нет, очень жалко. Но вот это гарантированно хороший крафт. То есть, Як-1Б это 100% отличный крафт. Я люблю Яки, очень люблю Яки. И цена у него очень низкая. При том, что награды, смотрите, 190%. То есть, это мастхэв просто самолет. Он действительно будет приносить вам очень массу радости. Если, например, смотреть на самолеты немцев на таком вот низком ранге, то даже, я не знаю, какие крафты... Ну, не знаю, А-1, но она не так интересна, как А-4. Можно, конечно, полетать, но в целом, все равно, как бы, именно Як-1Б, мне кажется, будет на своем вэре у немцев очень и очень эффективен. Пожалуй, даже самый эффективный. Хотя, ну да, я бы предпочел, например, если выбирать между Эмилем и Як-1Б, то я бы выбрал однозначно Як-1Б. В любом случае. Также имеются интересный крафт, ну, Thunderbolt. Здесь, конечно же, сразу хочу предупредить никакой бомбовой нагрузки. И тоже сомнительное такое приобретение стоит, не стоит. То есть, я... несложно говорить. Он хорошо летает по прямой, у него есть традиционные 8 пулеметов. Но то, что нет бомбовой нагрузки, это, конечно же, теряет ценности при использовании его как штурмовика. То есть, его нельзя использовать как штурмовик, а это основная его фишка, если вспомнить, например, американский аналог, который с подвесами. Также у советского аналога болта имеются подвесы, хотя бы бомбовые, без ракет. Поэтому очень-очень спорное приобретение. Веллингтоны вообще никогда не доначу на бобры и не буду донатить. Неинтересно, честно. Я считаю, это самое бесполезное такое приобретение. Хотя, отлично фармят и прочее. Но я не знаю, мне жалко денег, чтобы просто побомбить. Вот честно, просто побомбить и донатить на бомбардировщики. Хотя, многие говорят, что вот реально очень хорошо фармят именно на премиальной технике. В частности, на B25 премиальном. Но это, видимо, не для меня. Отличный прем Ла-5 ФН. Вообще, Германия имеет самые клевые премы, на мой взгляд. Шикарный прем, он отлично догоняет по прямой многих противников. И самое интересное, это то, что вот как раз-таки Ла-5 ФН способен у земли догнать и немецкие фоки. Ну, по крайней мере, вроде как догонял. Я уже не помню точно, надо сравнивать. Смотря какая фока. Вот еще вот что важно. Тут уже по фокам надо смотреть. И самый шикарный прем, вот как лично для меня, лучше даже, чем Спидфайр, это Темпест МК-5. Самый классный премиум вообще в нашей игре, именно в авиационной составляющей. Просто вот говорю, души мне умечаю. Замечательная машинка, ну блин, сразу дорогая. Вот. Следующая нация у нас, советские самолеты. И здесь, ну, традиционно, чайка пушечная. Она никого по прямой не догоняет, крутится шикарно, сбивает в пушках. Если противник, ну, бас, который будет вступать как раз в докфайты, ну, слава богу, вы можете накрошить их очень много благодаря вот этому замечательному самолету. Но в целом, конечно, если против вас опытные противники, то ни черта вы на чайке не сделаете. П-39, ну, вообще, как бы, аэрокобры я бы не донатил. Например, у советов есть шикарные аналоги, можно обойтись вообще без этого крафта. Замечательные есть аналоги, замечательные самолеты. П-39 совсем, в принципе, здесь и не нужен. Вот. И-16 тип-28, то же самое, что и по-39. Да, он пушечный, если вы любите ишаков, то ради бога. Но, опять же, есть более эффективные аналоги. Б-25. Вот на нем я слышал, что ребята очень неплохо как раз фармят. У него высокие, как бы, показатели фарма. И вот это единственный, наверное, бомбардировщик, который бы я мог задонатить. Почему? Да потому, что у него есть курсовое вооружение, и на нем можно сбивать. Вот, пожалуй, это вот достаточно хороший самолет. В принципе, можно его задонатить. Неплохо как раз в боевке, если атаковать на проходах. Ну, можно, конечно. Но, разумеется, крутится он как бревно, потому что это бомбардировщик. Вот, можно побомбить. П-63А5. Вот это вот Кобра, Кин Кобра, не Аэрокобра, достаточно неплоха. Вот, на ней можно неплохо догонять противника. Вот, и, соответственно, имеется пушечное вооружение. Ну, неплоха. Я бы сказал, поставил бы ей такой вот, чуть выше среднего балла. Ну, не самый лучший прем, еще раз повторюсь. П-39Н0, это самолет Покрышкина. Здесь уже, как бы, ну, особенный самолет. У меня он есть, но я не знаю, видимо, он сейчас недоступен для продажи. То же самое, что, в принципе, и П-39К1. Практически то же самое. К-15, тоже уникальная техника, на моем родном аккаунте она есть. Тандерболт. Вот этот тандерболт, который именно у советской нации, вот этот, имеет, в принципе, смысл в приобретении, больше, чем у немцев, потому что есть бомбовая нагрузка. Я вам даже покажу. Вот, то есть, можно хотя бы две бомбы по 500 взять и, соответственно, использовать его, например, в тех же реалистичных боях, в совместных, где можно отбомбиться неплохо. Вот. Здесь, конечно, есть какой-то смысл его использования в совместных боях и даже в обычном воздушном бою. Дора девятая. Да, хороший ей крафт и имеет смысл приобретения. Догоняет по прямой. Хорошо, достаточно. Ну, вообще летает, особенно раскрывается, кстати, на больших высотах, но это все фоки так. И имеет неплохое вооружение. То есть, сейчас, тем более, в последних патчах МГ-151 достаточно хорошо дамажит и как раз немецкие крафты стали больше радовать, нежели раньше. Поэтому это хороший крафт, этот крафт имеет смысл приобретения. Британцы. Ну, бумеранги, опять же, если смотреть на ветку. Ну, у них хорошие бонусы, да, на них можно фармить. Достаточно неплохо. Вот. Но... Я даже не знаю, как бы спидфайры есть, награда достаточно неплохая. Как бы тут только ради очкового следования, разве что. Не знаю. Как бы... Я бы и не приобретал. Сейчас вам скажу. Не нужен. Так. Что там у нас? Хеллкэт. Хороший очень самолет. И шесть пулеметов имеет М2. Это действительно интересная машинка. С хорошими бонусами к фарму. При этом цена смешная. Это просто... Ну, опять же, я скажу, как и по Як-1Б. Must have. То есть, это действительно самолет, который без проблем можете донатить. И это гарантированно будет выгодная покупка. Вот. С хорошим фармом и прочим. Это точно надо... Можно, в принципе, приобретать. То есть, Хеллкэт это классная вещь. Как, в принципе, и Як-1Б, как Темпест. И все. Вот, пожалуй, пока что. Mustang. Ну, я вот не помню, сколько он стоит. Как видите, он у меня был куплен. И давно его донатил. Хорошие... Очень хорошие бонусы у него имеются. Как раз с качкам исследования к фарму. И самолет достаточно неплохой. У него есть пушечное вооружение. Если не будете лезть на рожон, то все у вас получится. Потому что крутится он... Я бы не сказал, что там прям так хорошо. На третьем ранге вас могут отжарить, как советские самолеты. В принципе, и немецкие. А Фридрих и четвертый вас могут отжарить в маневренном бою. И тут, ну, в основном атаки на проходах. Вот. На них можно неплохо сбивать. Потому что четыре пушки это очень хорошо. И британские спаны вторые. То есть, в принципе, я выше среднего балла. Хорошо. Вот четверку ему такую твердую поставлю. Самолет, в принципе, имеет смысл. Но это, опять же, не самое лучшее приобретение. Спитфайр. Ох. Вот эта шикарная машинка. И в Арказе, и в РБ можно очень неплохо фармить. Отличные пушки. Вот. Ну, и те же спаны. Ну, единственное, что только их две. Но, по крайней мере, самолет очень хорошо крутится. Выживает достаточно неплохо в дагфайтах. И, самое интересное, очень хорошие бонусы к очкам исследования имеет. Ну, цена, конечно, у него довольно приличная. Но зато сейчас имеется скидка в 30% от ПК-акции. Поэтому сейчас вот именно в акцию 100% вот прям этот самолет можно приобрести. Он точно будет вас радовать. Именно за счет от акции. После, конечно, можно подумать. Потому что он станет дороже за 30%. И, наверное, как бы можно уже переключиться и на другие самолеты. Здесь уже 50 на 50. А пока что он считается очень выгодным приобретением. По соотношению своих параметров. Ну, вот. Ну, девятый спидфайр, вы уже знаете мое мнение. Это точно нагиб машина. Независимо от того, сколько он стоит, он просто нагибает. Так, японцы. Не имеет смысла вообще как бы никакого. Е3. Я считаю, что это деньги на ветер. Абсолютно. Так, Корсар. Да, это хороший именно спасительный самолет для японцев. Потому что на форм ранге, к сожалению, они летают по прямой вообще. Ну, никакущие. У них слабые двигатели. Очень слабые. Вот. И поэтому по прямой японцы постоянно страдают. На низких рангах это просто спасение иметь Корсара. Поэтому этот самолет именно для японской нации просто must have. То есть я его как раз отнесу к этой категории. Обязательно покупайте. Это точно можно приобретать для спасения своей команды. Будет у вас как раз в рандоме пару таких самолетов. И американцы уже не смогут расслабиться. Потому что есть самолет, который догоняет некоторые крафты. И не только против американцев. КИ-96. Очень сомнительное приобретение. Он достаточно неплох. Но на нем, знаете, специфично. На нем надо уметь летать. Он неплохо крутится. Неплохо летает по прямой. И у меня даже есть обзор, где я на нем достаточно хорошо отыграл. Сбивал противника. Интересный крафт. Но требует сноровки. Здесь я вам не посоветую. Лично я бы его, например, задонатил. Потому что цена, смотрите, 1600 орлов. При том, что он может забивать даже бобров. У него есть пушечное вооружение. Но пушка, она не такая здесь точная, как у Як-9Т. И здесь просто надо пристреливаться. Привыкать к поведению самолета. Здесь 50 на 50, ребята. Решайте, в принципе, сами. Вот я вам просто скажу, что самолет достаточно неплохой. Четверку ему поставлю. Вот так вот. То есть, ну, не мастхэв. То есть, не то, что прям обязательно нужно его покупать. Не стоит. То есть, тут просто сами решайте. Фока-5. Вот для японцев, как я уже сказал, вот этот самолет, как и Корсар, мастхэв. То есть, я это слово сейчас использую, но на самом деле. То есть, это действительно годный крафт, который спасет, в принципе, положение. Но на самом деле, как раз подходя к этому БР-у, у нас появляются такие очень классные самолеты Ки-84, которые по прямой очень-очень жарят. Вот. То есть, здесь можно, в принципе, на них переключиться. Но 4-7, говорю, Фока очень хорошо фармит. То есть, бонусы, сами видите, шикарные. Я считаю, что можно приобрести. Вполне. А-6-7-5. Я вот покупал пакет, чтобы его получить. Достаточно неплохой самолет. У него отличное пушечное вооружение, если брать набором. Но, опять же, вот касаемо Зера, это как раз приобретение, которое, ну, наверное, перебор. По деньгам перебор. Не стоит, наверное. Если, конечно, пакетом, там всякие премиум аккаунты идут, то, я думаю, может быть, в этом вполне есть смысл. А отдельно их, они и не продаются. Так что, ну, так. Не самое лучшее приобретение, скажем. J-2 М4. Ну, честно, мне не понравился этот самолет. Я бы на него не донатил. То есть, мне не понравился. Он бревнист. У него отличные пушки, конечно. 99 мод 1. Но на проходах он атакует. Постоянно греется двигатель, что раздражает. У него очень быстро греется двигатель. Нужно давать ему остывать. Вот. Он нифига не доворачивает. Самолет меня разочаровал. Цена высоковата. То есть, нагиба такого прям не получится за такую цену. Поэтому я не считаю, что его стоит покупать. Б-17-й. Вы знаете мое мнение по поводу Б-17-ых. Вообще бомбардировщиков без курсового вооружения. На нем хорошо можно фармить, в принципе. Но лично я бы не задонатил. Ну что ж, дорогие друзья. Вы прошлись по самолетам. Теперь перейдем к танкам. Танки, танки, танки. Итак, армия США. Калиопа. Сейчас она имеет 30% скидку. Просто 100% нужно покупать. Ребята, пока скидка 30%. Потому что, да, его немножко порезали. Ракеты уже не так нагибают. А вы, может, видели обзор, где я пятые ранги на нем нажигнул. Пятые ранги. На втором ранге. Это просто имбища дикая была. Ну а сейчас это, конечно, уже изменено. Теперь так просто он не пробивает ракетами. Тем не менее, за такую цену. Но, пускай, вроде, на 6800. Это Шерман просто нагибуч, нещадно. Соотношение. На втором ранге, я считаю, must have. То есть, пока скидка 30%. Дальше. Но, когда цена вернется в свое исходное положение. Там, ну, не знаю. Конечно, дороговато. Но это тот же Шерман, который может просто, если у него перезарядка, просто разорвать всех ракетами. Которых, в принципе, огромное количество. Очень интересный танк. То есть, я вот именно сейчас 100% задонатил бы. А вот, как раз, когда скидка закончится, ну, наверное, 65-70%, что задонатил бы. Вот так вам скажу. Самолет, в любом случае, то есть, танк, в любом случае, интересный. Кобра Кинг. Однозначно хороший прем. У него действительно интересные характеристики. Достаточно неплохо нагибает. Это Джамбо. Иногда у него интересные вещи проходят. Урон даже в корпус. Я не знаю, каким-то чудом он поглощает снаряды. Вот не знаю, чем это связано. Но гарантированно у него хорошая башня. То есть, он может очень хорошо танковать. И, соответственно, пушка М3, которая очень неплохо нагибает. Это хороший прем. Так. Смотрите, вот Т-28. Сомнительное приобретение. Очень сомнительное. Я бы, наверное, все-таки воздержался. Несмотря на то, что это новинка вроде БР-6 и 7. Здесь разные мнения есть. Кто-то говорит, что есть смысл в нем. Кто-то говорит, что не очень. Я считаю, что это легкий фраг. Вот даже в видео я просто подъехал на ИС-2. Я просто знаю, как его прибивать. В люк командирский выстрел сделал. И все. Весь экипаж погиб. Нет Т-28. А стоит он дохренища. Извините за выражение. Поэтому я бы не донатил на Т-28. А перешел бы к другому танку. За такую же цену точно будет интересен вам М26Е1. Вот это куда более выгодное приобретение, чем этот Т-28 непонятный, медленный и неинтересный. Вот М26Е1. Это точно нагиб машина, которая очень-очень жарит. Вот это 100%. Тем более, видите, скидка, опять же, сейчас имеется. М46 Тигр. Но он уже не тот. Когда он только появился, да, он нагибал. Он был интересен. Сейчас что-то прям потерял он свои позиции. В последнем патче он уже не так интересен. И, в принципе, скажу по нему то же самое, что по Т-28. Я бы на него не донатил. Вот. Переходим к следующему. Следующей нации это немцы. Так. 100% must have. КВ-1Б. Гарантированно отличный танк. С немецкой пушкой, ребята. С немецкой КВК-40. Это 100% классный. Прям с очень низкой ценой 1600 орлов. Даже без скидки. 100% можно донатить. Это гарантированный нагиб. По остальным крафтам, ну не знаю, набор. Вот. Сковородка мне вот как раз Panzer IV-70 очень понравилась. Она интересная, но здесь идет именно наборами. То есть у меня этот наборчик имеется именно вот на другом аккаунте. На прессе я на нем катался, когда обзор делал. Здесь, как видите, нет. Но это очень интересный набор. Пазики остальные. Ну, тут тоже уже сомнительно. То есть однозначно вот этот лучше покупайте, забейте на пазики. Это будет гораздо выгоднее. При этом цена ниже, да. А соотношение будет куда выше по эффективности. Ягд-Пантеры. Очень хорошие премы. Ну, я имею ввиду как танк. Отличные. Но цена, конечно, высоковата. То есть тут, смотрите, два интересных танка. И по БРу, смотрите, 6 и 7. Высокий очень БР. Цена очень высокая. Очень сомнительное приобретение. То есть я бы 10 раз подумал. Скорее всего, не задонатил бы. То есть я бы на обычной Яге катался. Пускай у меня не было бы бонуса. Хотя здесь бонус хороший. Я бы, конечно, наверное, не задонатил. Но если, конечно, вы богатый человек, ради бога, можете донатить. Это гарантированно классный, очень хороший танк. Отличная САУ. Но я считаю, дороговато. Мне так кажется. Может, я не прав. Вот если сравнивать из этих двух единиц техники. Ну, например, сейчас Пороший. Раньше, когда он только появился, многие говорили, вот, фигня полная и прочее. Сейчас вроде как научились на нем играть. Он стал лучше, интереснее. Пушка у него довольно неплохая. Достаточно неплохая броня. Проблема в другом. То, что он встречается из-за своего БРа с ИСом вторым. В принципе, как и Яга. То есть тоже встречается с ИСом вторым. А как вы знаете, ИС второй он может такие танки ваншотить. Поэтому именно у этого крафта, у этого танка в частности, встречаются серьезные проблемы из-за ИСов вторых. Как, в принципе, и Ягд-Пантера. Ну, вот. Но если выбирать из этих двух танков, ну, тут без разницы. Они оба одинаковую стоимость имеют. И одинаково огребают от ИСа второго, в принципе. Вот. Но поэффективнее, мне кажется, будет Яга. Вот мне так кажется. Следующие. Нации. Советские танки. Армия. Сто процентов. Опять же, однозначно выгодная покупка. Это Т-34-57. Дешевый танк. Доступный. И нагибает. Очень интересным. Я еще считаю. Сейчас вот покажу. Интересный многобашенный танк. Очень интересный. Он уникальный. Ну, я бы его задонатил. Но реально клевый и интересный на первом ранге. Заметьте, я первые ранги вообще не показывал. Они мне не интересны. Но это прям танк исключения. Т-35 многобашенный. Он очень-очень веселый. Хотя, на самом деле, его уничтожить довольно просто. Если правильно попадать. Помимо вот. Да. Вот Т-34-57. Очень выгодное приобретение. М4А2. Это тот же Шерман. Честно скажу. За такую цену он все-таки хуже, чем Кобра Кинг. То есть, цена такая же. А он хуже. Потому что он уступает по броне. И пушка имеет М1. Да. Пушка шикарная. Это та самая пушка, которая на хелкатах М18 стоит. М1. 5 секунд перезарядки. С топовым экипажем. Это просто жесть как здорово. Потому что нагибает. На самом деле, нагибает очень жестко. Причем стандартными снарядами. Самое интересное. Но при той же цене, если выбирать, то, конечно же, выгоднее. Сейчас вам покажу. Ой, боже. Куда я делся? Кобра Кинг. Танк. То есть, он поинтереснее будет. За такую же цену. Ну, здесь тоже неплохо. Можно, в принципе, донатить. Это хороший танк. Но Кобра Кинг будет получше, которая вот как раз у американцев. СУ-122П. Я бы не стал донатить. Просто вот в соотношении. Конечно, цена. Вот сейчас скидка 30%. Но даже со скидкой я бы не стал донатить. Уж извините, ребят. Даже со скидкой, в принципе, я считаю, он того не стоит. Катайтесь лучше на обычных сушках. Вот. Хотя СУ-122П. СУ-122П. СУ-154. Ой, боже мой, ребята. Какая классная вещь. Мне очень понравилась. Это действительно замечательная САУ. Вот. Лучше вместо того, чтобы донатить на эту вот машинку, нормально прокачивайте эту ветку и откройте СУ-122П-54. И будет вам счастье. Будет вам ноги. Будут ваншоты по маусам. А вот на это забейте. Из наборов, ну, опять же, тут уже сказать нечего. Гарантированно хороший набор из два месть. Это шикарная техника. Ну, я просто потому, что ИС-2, это как спидфайры. Они гарантированно везде гнут. Ну, и на этом, пожалуй, все, ребята. Надеюсь, у меня сразу, как бы, появится свободное время, чтобы делать нормальные обзоры по другой технике. Вот. И вопрос, касаемо, а на что-то задонатить, на что не донатить, а отпадут. Так что, спасибо за внимание. Надеюсь, это будет вам полезно. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал. И удачи, так сказать, на полях сражений. Пока-пока.